Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев и сегодня в пятницу в это время мы подводим финансовые итоги недели. Смотрим, что произошло за эту самую нелегкую, надо сказать, неделю и даже, я бы сказал, что еще и происходит. Еще не закончилось все это, видимо, пока. В гостях сегодня я представлю Олег Шагов, аналитик промсвязь банка. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. И Павел Подилько, управляющий активами М2М, Private Bank. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Как ваши дела, прежде всего? Дела отлично. Спасибо. Дела отлично, как обычно. Ну и слава богу. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте вопросы и делитесь собственными мнениями по поводу того, что происходит на финансовых рынках. Нелегкие времена, если честно. Я так думаю, по крайней мере. Телефон в студии 6510-99, 6, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите. Будьте с нами. И, начиная эфир, я рисую картину маслом. Итак, 1805 в Москве. Что же происходит на основных финансовых рынках в этот момент? Все в красном. Ну, преимущественно, хорошо. Преимущественно сегодня красный день календаря. Индикаторы отечественного рынка сегодня выглядят следующим образом. РТС теряет 1,5% 1511 в моменте. ММВБ теряет меньше процента 0,7%. Но, поскольку это индикатор рублевый, а рубль сегодня, сами знаете, как себя ведет, тоже это не есть хорошо. 1475 его текущая котировка. Далее мы смотрим на Европу. Она тоже в минусе. Фуци 100, в частности, половину процента потерял. Зеленым только, вот я, по крайней мере, из этой группы выделяю японский индекс Nikkei 225. Он с утра сегодня немножко подрос. Ну, видимо, не успел он, да, к этому присоединиться, к этому празднику сегодняшнему. Вовремя закрылся. А остальные все, остальные все в красной территории. Вчера немножко подкорректировались американцы. Ну, и сегодня, через 30 минут, мы посмотрим, как они будут вести себя в пятницу, в конце недели. Сырьевые рынки Форекс также в основном в красном цвете. Брэд ниже 110, 109 долларов стоит бочка этой нефти. Золото сегодня опять сходило к 1560 и отскакивает сейчас 1583 за унцию. Евро-доллар сегодня все-таки потрогал уже так основательно 30-ю фигуру. И сейчас практически встал на этом уровне 1.30.04, его текущая котировка. Ну, и фунт сегодня сливали тоже достаточно агрессивно после статистики, да, разочаровавшей, видимо, многих. И он встал около 50-й фигуры, 1.50.25. Набор голубых фишек сегодня в основном в красном цвете. Наших отечественных я имею в виду. Лидер падения Газпром, ну, немножко отыгрывает, он был чуть больше 2%. Дальше, что можно тут назвать среди лидеров падения? Ну, наверное, на ЛМК минус 1,3%. Роснефть больше процента потеряла. Росгидра больше, почти полтора процента. И Сбербанк сегодня тоже уже 103 рубля практически за бумагу стоит. Вот такова картина маслом. Итак, собственно, давайте начнем разговор. Финансовые итоги недели. И, если позволить, первый вопрос такой. Какие основные события, драйверы этого движения? Наверное, стоит еще и вспомнить, да, что понедельник также был разочаровывающим, таким достаточно агрессивно разочаровывающим. Это и снижение рейтинга Великобритании. Это и результаты большой двадцатки заседания. Потом неделя была вяло-вялая. И вот мы видим то, что видим. Паш, давай с тебя начнем. Как ты считаешь, что, собственно, можно по поводу всей недели сказать? На мой взгляд, все произошло еще раньше, когда у нас выходили предварительные данные по ВВП США, которые мы вчера также видели, пересмотренные данные. Ну, неважно, там, 0,1. Да, минус 0,1 или плюс 0,1. Да, мы видим, что данные плохие. И, в принципе, приближение сегодняшнего, 1 марта, да, то есть сокращение расходов и так далее в США. Опять же, разговоры МВФ, слова МВФ о том, что если будет сокращение расходов, соответственно, мы понизим прогноз по ВВП США. Это, на мой взгляд, основные вещи, которые давят, в первую очередь, на западные рынки, в следующую очередь уже на Россию, поскольку мы, приходится признать, являемся производной. Мы догоняем. Да, мы догоняем. Соответственно, данные макроэкономические, ну, не сулят ничего хорошего ни для еврозоны, ни для США, на мой взгляд. Поэтому мы видим, ну, опять же, бегство в качество в какой-то степени, то есть доллар. Пока мы убегаем из золота, из драгметаллов, да, то есть нефть дешевеет, соответственно, ну, опять же, инвесторы уходят в доллар. Но это тоже в доллар бегут, правильно, я понимаю, да? Пока, пока, да, я думаю, отовсюду убегают в доллар, в триджеря, возможно, опять же, да, то есть в качественные активы. Поэтому мы наблюдаем снижение, да, то есть продажи рисковых активов в большей степени. То есть это тенденция, то есть российский рынок лишь следует за тем, что происходит у нас в Европе, и предвосхищает, на мой взгляд, ожидает коррекцию на американском рынке. Понятно, ну, предвосхищает тоже не так плохо, да, то есть мы, с одной стороны, следуем за Европой и предвосхищаем движение. Да, то есть у нас, если мы обратим внимание, два дня Америка торгуется выше полутора тысяч по СНП, там, 1515-520, Россия при этом никак не реагирует, потому что мы ждем, ждем, когда же Америка с максимумов у нас наконец-то распродастся. А пора бы уже, да, пора бы уже. Олег, смотри, секвестер, секвестер, волшебное слово, непонятное многим может быть, да, сегодня 1 марта, помимо того, что первый день весны, отметившийся обильным снегопадом в Москве, да, тоже, наверное, об этом много говорим сегодня. Сегодня волшебный день календаря, связанный с тем, что сегодня автоматически, да, если что-то там не договорились кто-то с кем-то, раз, и отрезали расходную часть. Если можно, по подробным это расскажи, вот, действительно, это случилось уже, или я сегодня читал в прессе, что Обама еще сегодня с кем-то планирует встретиться из Конгресса и, может быть, там договорятся. Я тоже читал это в прессе, что сегодня на 6 часов как раз по Москве была намечена встреча президента США Барака Обамы с лидерами Конгресса как раз по теме вот этого вот секвестра бюджета. Не исключаю, что они в очередной раз там поговорят друг с другом и, видимо, ни о чем нет договорятся. Хотя это не мешает им договориться там в последующие какие-то дни или там даже недели. Я думаю, что вообще весь март может пройти в переговорах относительно... То есть в подвешенном состоянии. В подвешенном состоянии. А почему говорили, что 1 марта, да, если до 1 марта не договорятся, он автоматически наступает? Что это значит автоматически? Ну, автоматически-то, значит, начинают соответствующие структуры, Министерство финансов США просто не платить деньги по тем счетам. По долгам, да. В определенных там пропорциях. Речь не идет о долгах, поскольку Америка подняла потолок своего госдолга, по-моему, до 19 мая. Да, до мая отложили. И, соответственно, вот закончится март, начнется апрель, май. Америка научилась держать всех в напряжении. И... Это они умеют. По-моему, всех потрясывает уже от этих проблем. Именно это. Хотя, казалось бы, там, какая там компания, да, занимается там, условно, производством каких-нибудь лекарств или там, возит пассажиров. Ну, что там, какая разница? Да, да, да. Есть секвестр в Америке? Нет. Нет, вот все инвесторы просто как сгипнотизированные, я бы сказал. Ну, я хочу сказать, что больше это даже на российский рынок как-то влияет. Видимо, у нас исторически какая-то интернациональная такая... Отношение такое, да? Да, струнка есть в душе народа. А вот взять тот же самый Доу Джонс, он вчера до своего исторического максимума не дошел всего 50 пунктов. Чуть-чуть, ага. Вот где российский рынок относительно исторического максимума, ну, тут даже говорить не стоит. То есть, в принципе, вчера был очередной годовой максимум по индексу. Причем логичнее было бы, да, что именно индекс Доу Джонса, да, реагировал на... Должен был бы падать. Должен, да, падать, не реагировал на то, что там в Америке не все хорошо, а... А российский рынок в этом случае, мне кажется, он не догоняет, а бежит впереди... Впереди паровоза, да? Да, того же самого Доу Джонса, поскольку он падает уже месяц. Если, скажем, мы в январе росли, то весь январь мы падали и фактически съели весь этот вот январский рост. И с точки зрения технического анализа, это очень нехорошая фигура, поскольку он, если говорить о свечном анализе, то это типа медвежьих поглощений. Да, и если посмотреть на то, что было раньше, или на ту статистику, которая есть по вот этому медвежьему поглощению, то в 80% случаев можно ожидать дальнейшего движения вниз. Вот, что, впрочем, не исключает каких-то локальных подскоков, ну, в этом вот пессимизм. То есть, Америка создала некоторую напряженность, касающуюся своих... И похоже на то, что она, может быть, даже искусственно ее поддерживает, эту напряженность, да? Потому что невозможность договориться с взрослым людям, наверное, все-таки как-то... У меня нет доказательств, что она, что делает, так искусственно. У них получается вполне естественно. Да, получается естественно. Кроме этого, добавляется еще, безусловно, напряженность, связанная с европейскими проблемами. Тут и итальянские выборы стоит вспомнить, и неопределенность. И, в общем, в целом экономическая ситуация и в еврозоне, и в США, она как бы не дает особых поводов для оптимизма. И, в общем, цены на нефть на этом, как еще один наш главный фактор, они продолжают двигаться вниз. В тех же самых Штатах, если вспомнить, то Американский институт нефти, в общем, посчитал достаточно пессимистическую статистику. Сейчас мы поговорим об этом. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжим. Уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Олег Шагов, аналитик промсвязи банка, и Павел Подилько, управляющий активами М2М Private Bank. Мы подводим финансовые итоги уходящей недели. И печально, да? В основном печально. В основном печально, потому что, если брать основные ключевые факторы для российского фондового рынка, это динамика европейских, американских фондовых индексов, цены на нефть, отношение рубля к доллару и фондовая волатильность, как еще один фактор. Все они, в общем, складываются неблагоприятно для российского рынка. Если вспомнить про фондовую волатильность, о которой мы еще не говорили, то на этой неделе, по-моему, это был такой день, когда она подскочила, в понедельник, мне кажется. На 34% подскочил индекс американской фондовой волатильности, что является таким тревожным весьма сигналом, что, в общем, несмотря на то, что американский рынок поднимается на новые годовые максимумы, инвесторы там начинают хеджировать свои позиции путем покупки каких-то срочных контрактов. И в этом смысле середина марта наступающего, когда гасятся все эти срочные контракты, она может быть достаточно такой. Это классический 15-е число третьего месяца экспирации. Да, там экспирируются в этом районе и фьючерсы на евро, и фьючерсы на американский фондовый индекс, и на бренд. Так что там может быть... То есть нам весело будет, да? В середине марта. В середине марта. Может быть весело. Может веселее, чем сейчас, по крайней мере. Смотрите, ну, поскольку заговорили о российском рынке акций, в частности, есть мысль посмотреть на бренд. Она ниже 110 сегодня торгуется, по крайней мере, да? Может быть, это ненадолго, не задержится, может, она там... Вообще, какие перспективы, как ты думаешь, Паш? Может она уйти значительно ниже? Ну, понятно, что логично, что сейчас, да? И цены на сырье, и на нефть падают, но... Я уже не раз говорил об этом. На мой взгляд, и нефть, и... То есть основной посыл, основная причина доллара будет дороже. Это раз. Соответственно, нефть, в первую очередь Light, во вторую очередь Brent, будут существенно дешевле, на мой взгляд, текущих уровней. Если Light там в районе 90, соответственно, 109 у нас Brent. Понятно, что сейчас диапазон 104, ну, вот, максимум был не 117, а 119 по Brent. Я полагаю, что Brent постоит 104-114, покорректируется пару недель, на мой взгляд, после чего пойдет тестировать уже и 100, и 90 долларов. Это в целом... А перспективе какой? Какой перспективе? Ну, туда опять к середине марта? Если, опять же, к озвученному ранее, к озвученному сценарию, что у нас минимум рынка будет в июне этого года, соответственно, и по нефти, и по доллару, ну, все вместе, да, то есть я ожидаю минимум к июню. То, что у нас март, эспирация, да, это все, ну, с этим мы живем. Ну, каждый, каждые три месяца, в принципе, эспирация опционов каждого месяца, ну, тем более фьючерсы на нефть, они, по-моему, ежемесячно эспирируются. В принципе, сейчас, как сказать, долгое время у нас волатильность рынка действительно была минимальной, на минимумах. То есть сейчас могут быть очень существенные движения. Я ожидаю эти движения, существенные движения вниз, как по сырьевым рынкам, ну, в первую очередь по нефти, соответственно, и по рынку акций, российскому, американскому. Я понял, я понял, ну, и логично, в этой связи, да, еще и про рубль два слова сказать сразу, потому что сегодня он действительно продолжил падение, сегодня он вышел уже выше 30-70 за доллар, вот, ну, и какие перспективы у него дальше, да, сильно, Олег, как думаешь, сильно он сможет? Ну, я посмотрел последние два года, где-то наш рубль прибавляет, ну, или теряет, где-то 5 рублей по отношению к доллару вдруг, ни с того ни с сего, как подпрыгнет, там, в течение нескольких недель, а потом опять начинает укрепляться. Плавно-плавно, да? Да, вот вопрос, когда это произойдет, происходит в разные моменты, там, когда-то весной, когда-то, как обычно, в августе у нас это случается, но почему-то вот год от года это последнее время повторяется. Это стало хорошей, в кавычках, традицией, да? Я имею в виду по отношению к доллару, а к бивалютной корзине, это там рубля 4 где-то происходит, вот, пока мы еще не вышли, как бы, вот, на этот сумасшедший рост, мы в каком-то диапазоне, там, чуть выше 30-ти пока пытаемся пробиться наверх, но есть предпосылки для того, чтобы рубль совершил такое достаточно резкое движение, и в основном они связаны с поведением цен на нефть, То есть, вот, у нас в бюджете на этот год заложена цена, по-моему, 91 доллар за баррель, то есть, пока нефть, бренд выше 100, это все достаточно комфортно, и вряд ли будут какие-то движения, а вот если мы пойдем щупать 90, вот тогда, мне кажется, и начнутся какие-то сильные движения на рубли. То есть, здесь мы живем в таком взаимосвязанном мире, заранее предсказать, когда там бренд отправится камнем вниз, трудно. Ну, и мы такой задачи обычно не ставим, пытаемся сценарий какие-то, да, озвучить, как правило. Ну, пока она тонет. Пока она тонет. Немножко добавлю, вот, мои ожидания, что евро-доллар в ближайшее время протестирует 1.29 фигуру, да, 28 с полтиной, соответственно, 1.32-40 отскок, и с этих вот значений, 32-40, соответственно, я уже ожидаю вот основное укрепление доллара. Соответственно, по нефти, если технический анализ интересен, и на лайте, и на бренде сейчас формируются довольно-таки серьезные негативные сигналы к продаже, причем к продаже на квартал. А что за сигналы-то? Ну, назовем сигналы, да, назовем какие-то модели и так далее. Вот, в моем сценарии сейчас формируется именно, вот, довольно-таки серьезный сигнал к продаже именно нефти на срок до трех месяцев. Я понял. Я понял. Значит, по евро-доллару, да, ты, собственно, озвучил? И, соответственно, доллар-рубль, 31.11 у нас сейчас резистанс, если мы его благополучно проходим. Ну, соответственно, движение, о котором Олег говорил, 4 рубля, соответственно, я не исключаю, что мы увидим очень скоро. А до 31.11 недолго осталось, сейчас вот 30.70 осталось 40 копеечек. 29.80 показали 83, соответственно, сейчас 31.11, 31.14, ну, не суть, да. И, соответственно, вот, если мы продаем, а если доллар продолжит укрепляться выше 31.11, то это будет заканчиваться в районе 34. Ну, что ж, тоже неплохо, в конце концов, да, хотя, с другой стороны, мы все время говорим, сейчас ведь, ну, вспоминая о регуляторах наших отечественных, да, по крайней мере, сейчас неважно даже, да, куда он растет или, наоборот, слабее, главное, чтобы стабильно все это. Ну, 4 рубля за неделю, это стабильностью не пахнет, мне так показалось. Ну, кстати, о действиях регулятора, тут наш ЦБ тоже может каким-то образом повлиять, скажем, изменяя ставки свои. В последнее время идет разговор о том, что ставки в России слишком высокие, они мешают экономическому росту, и хотя непосредственно наш Центробанк не несет ответственности за рост нашего ВВП, это, скорее, прерогатива правительства, тем не менее, он может задуматься насчет этого вопроса, и если ставки будут снижены на российский банк, это может стать еще одним дополнительным фактором в пользу ослабления рубля. Я понял. Хорошо, давайте тогда мы продолжим наш разговор, сейчас несколько минут еще осталось, и посмотрим уже конкретно, да, на российский рынок акций, и, в частности, вот сегодняшний лидер падения, как я уже озвучивал, это наш любимый «Газпром», 2% он терял, но сейчас немножко отыгрывает, 134 рубля с небольшим стоит он, какие у него перспективы, как думаешь, Паша? На мой взгляд, вот для меня самый главный вопрос, сколько выплатит дивидендов «Газпром», будет ли он их платить? — Нелогично ты список составляешь. — Хорошо, будут ли дивиденды, на каком уровне они будут, мне нравится бумага, да, то есть есть акция, компания и так далее, то есть я готов держать в портфеле данного имитента просто за расчет на получение дивиденды. Пока вот в текущей ситуации 134-138, это, наверное, будет такой торговый диапазон. Конечно же «Газпром» может нас подешеветь вплоть до 113 рублей, я не исключаю, если у нас… — Опять вот этот сценарий, да, это тобой озвучено? — Да, 113, ну, там дивидендная доходность будет хорошая, то есть если рынок успеет все сделать, то я по 113 куплю еще. Вот, то есть, ну, к сожалению, у нас две бумаги «Сбербанк» «Газпром», «Газпром» рынок продает, «Сбербанк» рынок покупает. Ну, как относиться к «Газпрому»? — С любовью, наверное. А ты, кстати, говоришь, «Газпром» рынок продает, а «Сбербанк» покупает, а сегодня и тот, и другой падает. Сегодня рынки в целом падают, поэтому говорить о том, что у нас кто-то пытается заработать на росте сейчас, ну, наверное, это рискованно. Именно сейчас попытаться заработать на отскоке каком-то и так далее. А торгуется «Америка» сегодня в плюсе, значит, у нас «Сбербанк» уже со 103. Вот «Сбербанки» 103.70 прошли, соответственно, открыта дорога на 96. Кто как торгует данную бумагу, да, то есть технический анализ у нас, или инвесторы-то у нас купили там по 93, или еще почему, сидят. — То есть они пока особых движений не делают никаких. — Да. — Но 103 еще не прошли, тем не менее, вот сейчас мы видим все снижение. — 103.70 прошли. — А, 103.70 именно. — Да, 103.70 прошли. — То есть дорога на 96, да, уже, в принципе, открыта. Сегодняшнее закрытие посмотрим, да? — Да. — Ну, нормально. Нормально. Кстати, опять-таки, если смотреть, да, сегодня все в основном падают, а вот есть и те, кто лучший рынок сегодня, Ростелеком, в частности, 2% прибавил. Вот как умудряется акция Ростелекома расти на падающем рынке, интересно? — К Ростелекому можно по-разному относиться. Вчера ходили мнения о том, что отрисовывают под конец месяца, потом мы стали говорить о том, что, возможно, ну, во-первых, сделка, да, по продаже, там, по 150, опять же, изменения. Менеджмента, смена менеджмента, то есть... — То есть это позитивно воспринимается, да, рынком? — Да, да. В принципе, Ростелеком вполне может стоить 134-137 рублей. — Ну, у него еще есть небольшой запас есть. Сейчас ожидания смены... — Паш, извини, пожалуйста, сейчас новости, а потом продолжим. Итак, друзья, продолжим. Продолжим наш эфир. Подводим финансовые итоги недели. Сегодня пятница, и, в принципе, это вполне логично. Если у вас есть желание и возможности, звоните 6510-996, код Москвы-495, или пишите финам.фм. Сегодня в гостях у меня Олег Шагов, аналитик промсвязь банка, и Павел Подилько, управляющий активами М2М Private Bank. — Ну что ж, вновь к российскому рынку о Ростелекоме, да? Или ты уже все закончил? — Да, Ростелекоме, в принципе, все сказано. — Обсайт есть, да? — Я считаю, что обсайт есть, и ожидания смены менеджмента и завершения сделки по связи с инвестором. Соответственно, 134-137 рублей, я думаю, Ростелекома обычка вполне может достичь. — Есть вопрос по ВТБ еще. Ну, он так сформулирован странновато, но мысль, идея, точнее, да, понятная. Когда, стоит ли и когда покупать эту акцию, да, вот в надежде на то, что она подрастет в ожидании известных событий, так мягко скажем. Олег, как ты думаешь? — Ну, в ожидании известных событий можно покупать в любой момент, если ждать каких-то событий. Вопрос в результате, что из этого в итоге... — К чему это события приведут, да? — Да, к чему это события приведут. В последнее время акции ВТБ скачут в достаточно широком диапазоне 5-6 копеек. Сейчас где-то приблизительно в середине этого диапазона находятся. Поступают совершенно противоречивые новости. То катарский фонд собирается, то не собирается, то уже выбрал каких-то консультантов, то, в общем, 3 миллиарда, то полтора миллиарда, то, может быть, и меньше. То российские власти говорят, что нет, никаких заявок от катарского фонда не поступало. Поэтому сказать, какая ситуация разрешится сейчас достаточно сложно. Но, вероятно, это произойдет не скоро. Судя по тому, как у нас принимаются решения, потребуется некоторое время для того, чтобы согласовать все со всеми. И думаю, тут, наверное, каким-то определяющим моментом с технической точки зрения будет как раз выход из этого диапазона 5-6 копеек. Тогда, возможно, и появится какая-то определенность. А выход в какую сторону не суть важна, да? Выход, ну, в зависимости от того, что собирается делать инвестор. Если он собирается покупать и получать с этого прибыль, то, наверное, лучше... Лучше вверх. Да, вверх, когда пройдет. С другой стороны, конечно, если играть в торговом диапазоне, то лучше покупать, конечно, чем ближе к нижней границе, тем лучше. Соответственно, когда мы находимся в середине, то тут шансов 50 на 50. Поэтому здесь лучше пока воздержаться от каких-то действий. Тем более, что, в общем, видимо, предстоят какие-то все-таки сообщения, связанные с ВТБ. Кстати, акции были включены вот тут в котировальный лист А1, по-моему, аж вчера. И это будет означать приток некоторых инвесторов, прежде всего, средств пенсионных фондов, управляющих пенсионных фондов, которые могут поддержать эту бумагу. Ну, это, в общем, какой-то позитивный момент. Такие деньги обычно начинают поступать где-то, наверное, со второй половины марта по середину апреля. То есть там может быть какая-то поддержка. Ну, и это тоже маленький плюсик в пользу того, что все-таки, видимо, собираются этому катарскому фонду что-то продать. Но, правда, он, говорят, требует хорошего дисконта в размере 20... Ну, это, опять же, из недостоверных источников по непроверенным данным. Блуберк Ройтерс, да. Да, рассказываем вроде бы, да, о планирующейся сделке, причем такой достаточно масштабной, и информация какая-то такая кулуарная. А кто-то что-то сказал. Откуда 4 копейки-то взялись? 4,8. По технике опять? Техника. 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 Теханализ рулит, да? Пишет Андрей из Иркутска. Павел Прав, пишет он, кстати, будем снижаться. И интересно его мнение по Лукоилу спекулятивной идеи. По Лукоилу спекулятивной. По Лукоилу я же... Я планирую покупать Лукоилу на уровне 1883 рубля. Это сейчас, но при этом попытаюсь продать Ростнефть. Именно отыграть спорет. Лукоил. Шорт Ростнефть через фьючерсы и так далее. А куда ты Ростнефть будешь смотреть? Сейчас Ростнефть с опор 237. После чего отскок на 247 я ожидаю. И вот отсюда движение уже в район 224. Ну, Ростнефть нужно покупать на уровне 195 рублей. Вау. Это хорошая точка для покупки Ростнефти. Сейчас мы находимся существенно выше. Ну, а дадут такую точку, если 240 сейчас... Сейчас, я полагаю, Ростнефть вернется в район 208 рублей, 204. То есть там, где у нас был объявлен дополнительный дивиденд в конце прошлого года, относительно осенью. То есть я думаю, что перед сделкой с ТНК БП, соответственно, именно к этим уровням бумага вернется. Вот в текущей ситуации я ожидаю продолжение на 237 снижение, затем технический отскок 245-47 и движение вниз. Лукойл, на мой взгляд, интереснее сейчас для покупки. Лукойлу есть куда расти. И вот в текущей ситуации я вижу точку для покупки 1888, ну, на этих уровнях. Именно по лукойлу. Я понял. Олег, добавишь что-то по лукойлу? По лукойлу? Да, пожалуй, нет. Мне кажется, что тут поведение цен на нефть могут оказать существенное влияние на динамику акций нефтяных компаний. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в нефти, наверное, будут себя как-то похоже вести. И котировки этих бумаг. Есть еще одна идея, связанная с дивидендными выплатами, потому что фьючерсы торгуются достаточно активно и на лукойлу, и на Роснефть. И приближаются даты отсечек. То есть, в принципе, можно купить и Роснефть, и лукойл, и продать, соответственно, фьючерсы июньские на эти контракты. И таким образом, часть дивидендов из этих акций можно без риска, в общем, относительно получить. Это небольшие суммы, но тем не менее. Мелочь, но приятная. Кстати говоря, сейчас возвращаясь к фьючерсам июньским-мартовским, то есть, если у нас мартовские стоят, относительно по Роснефти, на рубль дороже спота, июньские, что, на мой взгляд, хорошо, вот именно если сделать спред лукойл Роснефть, и чтобы сейчас продать на рубль ниже спота, то есть, дивиденд, ну, дивиденд будет больше, соответственно, июньский фьючерс будет ниже спота, как минимум на 4 рубля, ну, как минимум. Да, поэтому, вот, с точки зрения покупки спота лукойл, то есть, рост цене дивиденды и продажа фьючерса июньского, все-таки по Роснефти сейчас, вот, именно сейчас, в моменте, вполне возможно. То есть, как раз спред минимальный между мартом с потом и июнем, да, то есть, можно выиграть как раз на ожидании дивидендов, ну, на отсечке впоследствии. Я понял, хорошо, хорошо. Это называется, какие, арбитражные технологии, да? Ну, хэш в некоторой степени, я не знаю, арбитраж, не арбитраж, нет хэш. Арбитраж, это безрисковая сделка, да, у нас, а здесь, в некоторой степени, мы получаем дивиденды и феджируем снижение цены на этот дивиденд. Я понял. Значит, смотрите, 18.40 в Москве, я немножко отвлекусь и прокомментирую. Американцы открылись, открылись также красненько, вот, с гэпами и Dow Jones полпроцента вниз сейчас смотрит S&P, 0,6%, 1504 его текущая котировка, вот. И по сравнению с вчерашней ценой закрытия, да, такая достаточно существенная ценовая, да, брешь, ценовая брешь такая. И продолжает падать вон в моменте, тоже продолжает падать. Ну, видимо, не все хорошо, да, и с точки зрения наших американских коллег, кстати, вот я читаю ленту новостей, здесь есть забавная такая фраза, что касается, что касается секвестра, да, Соединенных Штатов Америки. Секвест бюджета США уже заложен в котировке и в случае его наступления резких продаж на рынках не ожидается. Согласны, Олег, как ты думаешь, секвест бюджета заложен в котировке, то есть мы уже, в принципе, да, попадали на ожидание этого. Думаю, в российские котировки заложен. Причем два секвестра, да, в российские. Можете еще один там затеять. Ну да, это нормально. Хорошо. Так, дальше, дальше давайте. Пока вопросов у нас больше нет, давайте поговорим непосредственно об идеях, которые можно найти, помимо озвученных уже на российском рынке, на ваш взгляд, по крайней мере. Давайте, Олег, чего там можно еще сейчас интересного? Или, как я сегодня где-то вычитал, да, учитывая вот это вот ожидание неприятностей всяких, рост волатильности, да, и какую-то такую нервозность, что ли, да, непонятки. Лучше воздержаться просто от торговли, заняться более... Ну, в принципе, да, такие периоды, когда на рынке растет волатильность, лучше постоять в стороне. Можно, конечно, обратить внимание на ряд мини-ликвидных бумаг, которые, скажем, могут не пострадать от сильного снижения цен на сырье, или, может быть, даже выиграет от падения цен на бензин, что, в общем, в России верится с трудом, что цены на бензин упадут. Но, тем не менее, например, аэрофлот, да, теоретически он может выиграть от снижения цен на топливо, или, там, какой-нибудь новороссийский морской торговый порт. Ему, в принципе, все равно, сколько там стоит то, что он переваливает. Он переваливает и переваливает. Главное, чтобы у него работа была, да? Да, работа была. Поэтому всегда, мне кажется, найдутся какие-то идеи, связанные, там, с приватизацией, с выплатой дивидендов, которые могут отработать в тот или иной момент. Алросу можно вспомнить, которые готовятся к приватизации, наверное, все-таки во второй половине года. И хотя эти бумаги тоже проседают вместе с рынком, ну, на мой взгляд, не так существенно, как, скажем, снижается металлургический сектор, как снижается электроэнергетический сектор на российском рынке. Ну, если взять тот же самый Ростелеком, да, ну, видно, что вот он падал, по-моему, аж полтора месяца. То есть, был январский гэп традиционный для всего российского рынка. Он потом в течение полутора месяцев, где-то приблизительно с 9-го, 10-го января... Старательно закрывал его. Да, старательно закрывал, сползал, и вот потом за один день буквально прыг и обратно на свой годовой максимум. Вот так ведут себя настоящие бумаги, да. Я понял. Хорошо, хорошо. Значит, ну, в поисках идей еще, да, Паш? Я бы обратил внимание на дальневосточно-морской порт ДВМ ПФС, когда, то есть, у нас в марте должен был быть инвестердей, его объявление результатов, и перенесли его на апрель. В принципе, опять же, никто не отменял, ну, правда, тоже слова, аферты и так далее после сделки по покупке суммы пакета генералов, да. То есть, аферта, она возможная, на мой взгляд, она пройдет выше 10 рублей. Сейчас бумага стоит чуть ниже, там, 9 рублей. В принципе, до апреля месяца можно подержать. С другой стороны, сейчас тоже есть идея, но это для квалифицированных инвесторов. Это у нас депозитарные расписки Mail.ru, да, то есть, объявленный дивиденд 4,3 доллара, ну, 4 доллара 30 центов специальный. В принципе, то есть, 20 марта у нас отсечка, 28 марта будут денежки. Будут денежки. Да, то есть, в принципе, можно, можно попытаться разыграть эту ситуацию. Обратил бы внимание на ОГК-5. Я ожидаю, что все-таки компания заплатит дивиденды. Мне интересно посмотреть. И будут денежки. Какие дивиденды-то будут. Я ожидаю, что дивиденды будут хорошие. То есть, вот на что бы я обратил внимание сейчас. ОГК-5 это ты вот выделил именно с точки зрения, да? Как идею. Как идею ожидания дивидендов, да? Как идею, да, ожидания дивидендов. В принципе, да, дивидендная история ОГК-5 сейчас. Вот меня интересует именно дивидендная история. Поскольку, в целом, сектор электроэнергетики, ну, то есть, давление, да, ограничение тарифов и так далее. Ну, можно, есть о чем рассуждать. Я понял. Хорошо, порассуждаем чуть позже. Сейчас новости на Финам. Итак, носит сухой остаток в эфире Финам. Финам. Меня зовут Олег Дмитриев. Подводим финансовые итоги недели. И еще раз я напомню, что сегодня в студии Олег Шагов, аналитик промсвязь банка и Павел Подилько, управляющий активами М2М Private Bank. Кстати, опять я смотрю на текущую ситуацию. Продолжается падение, да, наши немножко, правда, корректируются. Ну, в частности, евро-доллар уже сейчас, значит, ниже 1,30 торгуется. Ну, в моменте, как минимум, 29,90. И так он настроен решительно на это дело. Что бы это значило, Паш? Сделает он на 1,29 сегодня? Сегодня я ожидаю, что евро-доллар сделает 29,28,50,28,70. Вот сегодня, понедельник, вторник. Возможно, у нас... Ну, вторника включительно. Я даже ожидаю в понедельник. Но не исключаю, что сегодня у нас будет уже это движение, продолжение банкета. Сегодня, когда, сегодня пятница? Ну, у нас же еще евро-доллар будет торговаться до 12, как минимум. Ну, кстати, если говорить о специфике пятничной торговли, ну, в частности, на Форексе, да, то очень часто мы как раз видим, да, ну, Европа фиксироваться начинает после, там, восьми вечера, и наоборот все это происходит. В другую сторону. Вроде ждали вниз, а оно это понеслось в другую. Пчет случилось. А, ну, чтобы уходят спекулянты. Вопрос у нас есть от Олега. Олег спрашивает, смотрите-ка, вы как специалисты по срочному рынку, наверняка, ответите на него. Подскажите, пожалуйста, какую ставку рефинансирования используют при расчете фьючерса на РТС Газпром? И где ее смотреть? О, как. Ставку рефинансирования, может быть, это речь идет о ГО? Да, наверное, ставка рефинансирования здесь не в тему, мне показалось. Да, как-то. Мне кажется, там ставка ориентируется на текущий срок межбанк, то есть, если речь идет о трехмесячном фьючерсе, то, значит, наверное, это трехмесячная ставка. Межбанковская, да. Моспрайм там, например. Ну, то есть не ставка рефинансирования, конечно, да? Нет, не ставка рефинансирования. Дело в том, что просто учитывается стоимость денег на этот срок, а она привязана обычно к межбанкам. О, вот вам ответ, Олег, да? И где ее смотреть? Он спрашивает, ну, наверное, на соответствующие субъекты. У нас есть фьючерсы. Есть фьючерсы на Моспрайм. И трехмесячный тоже есть. Ну, если посмотреть в Блумберге, ну... На сайте ЦБ, мне кажется, есть. На сайте ЦБ есть, да, наверняка. У нас торгуются фьючерсы на Моспрайм, на Форте. На Форте тоже, да? Да. Хорошо. Значит, вопрос традиционный, ну, как минимум, да, когда мы с вами обсуждаем ситуацию. В целом много вопросов. Сегодня, кстати, их нет почему-то, этих вопросов. Ну, у меня есть этот вопрос. Что будет с драгоценными нашими металлами? В преддверии 8 марта. В преддверии 8 марта что будет с драгоценными нашими металлами? Ну, золото, в частности. Вот сегодня опять я еще раз повторю. Оно достаточно волатильно сегодняшнюю сессию проводит. То есть оно сходило к 1565, это было до нашей эфира. А сейчас оно стоит уже 1585. Да. Очень хорошо. Очень хорошо. Откупил. Очень хорошо. Я брал сегодня по 1565. Да. Мне тоже это нравится. Я не случайно хочу поговорить об этом. Но не с точки зрения, конечно, материальных каких-то успехов. А вообще, в принципе, вот оно... Меня тоже сейчас спрашивают, да, что такое золото сейчас, вот в нынешние времена. Раньше мы говорили, что это бегство от риска, да, инструмент для сохранения капитала. Сейчас мы так не говорим. Это рисковый актив. Ну, кто-то говорит так, кто-то и так. Как разобраться-то? Оно ведет себя очень нелогично, да? Хотя, может быть, не только оно так себя ведет. Паш, на мой взгляд, золото будет стоить дороже. Дороже, как минимум, 1900 долларов за унцию. Даже дороже 2000. Поведение золота я не хотел бы связывать с продажами фондами Сороса, золота и так далее. Да, да, да. И ETF, сейчас говорят, вот где пишут, выходит сейчас ETF. На мой взгляд, сейчас золото стремительно наверстает утраченные позиции, когда рынок определится с тем, что действительно есть бегство в качество. То есть, пока у нас нет определенности, мы пытаемся реагировать. Я ожидаю, что доллар будет укрепляться, золото будет расти. Вот, казалось бы, это противоположный динамик. Противоречит. Нет корреляции. Но вот, когда рынок поймет, что, прошу прощения, все хана, рынок побежит и в доллар, и в золото. Сейчас мы пытаемся продавать золото, потому что доллар у нас укрепляется. Андрей, смотри-ка, я понял. А вот если твоей же логике, да, следовать, рынок пойдет в качество, побежит от риска, для этого возьмет он в качестве сохранения доллара, золота, а иена будет в этом списке? Потому что сейчас ты же знаешь, да, прекрасно. Я не считаю иену качественным активом каким-то. Это спекуляции Банка Японии. То есть я не рассматриваю уже на протяжении последних двух-трех лет иену как инструмент, чтобы с ним работать. В принципе. В принципе. А сейчас вот смотри, тут такой тренд, почему бы с ним не работать-то? Падает и падает. По параболе растем, а параболы заканчиваются как минимум 30% ответственным падением. Поэтому на текущих уровнях я бы вообще даже продавал. Да. Ну, 94 там есть хороший уровень. Ну, да. Олег, тебе тот же вопрос. Как быть с золотом? Ну, пока у нас идущие, крупнейшие мировые центробанки занимаются стимулированием экономики и продолжают печатать деньги. Денег становится все больше, а золото приблизительно там. И купить на них становится все меньше, да? Возможности. Возможности купить на них. Поэтому я тут вижу определенный дисбаланс в спросе и предложении. Потому что деньги обесцениваются и люди таким образом пытаются каким-то образом вложить их куда-то для того, чтобы обеществить. Ну, понятно. То есть, как минимум, да, от инфляции. Тяжелым трудом. И посильным трудом. Как минимум, от инфляции. Как минимум, от инфляции. Но надо сказать, что золото это точно так же финансовый инструмент, который подчиняется законам спроса и предложения, как и другие. И поэтому здесь нужно иметь в виду, что если кто-то вдруг начнет реализовывать свой стоп-лосс по золоту, какой-нибудь фунт, который его накопил слишком много и больше не может терпеть, то мало не покажется. Мало не покажется. Ну, не дай бог, чтобы мы дождались этого момента. Есть звонок. Давайте послушаем. Владимир, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Добрый вечер. Я под занавес надумал. Тут вопрос по технике. Вот если евро сегодня закроется, недельная свеча выше все-таки 1.30, да? Какой отсток может быть? Где там стоп-лосс выставить лучше, да? Это такой технический вопрос. Второй вопрос вот по Великобритании. Понятно, некогда держава, некогда фунт, кабель и прочее. Геройская валюта. Ну, вот она падает, да? 10 фигур потеряла тоже. Это просто девальвация какая-то происходит. Вскрытая там или какая-то. И неужели вообще никто не смотрел, да? То есть фунт падает, экономика в Великобритании падает. Да, это не вторая, не третья экономика в мире. Но уж совсем не взбирать на то, что происходит в Казахстане. Конечно, это не Евразона, не Греция, не Испания, не Италия. Ну, это Великобритания, и у нее там все дела так не очень хорошо. Хотя фунт все тоже на массы. Вот, как бы, то есть такие два вопроса, что с фунтом, да? И как бы не влияет вообще ни на что экономика Великобритании. То, что сейчас там профессионные показатели выходят. Спасибо. Спасибо, Владимир. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, про Британию давайте начнем с фунта. Чего себе? За державу, конечно, обидно. За какую? Ну, за великобританскую. За таможнюю. Да. А вы знаете, вообще есть такое фундаментальное соотношение между курсом доллара, фунта и рубля. Нет. Нет? Фунт рублей равен одному доллару. Вот. Ну, мне кажется, что тут, в принципе, британская валюта, она как раз и проявляет те негативные процессы, которые происходят в экономике Великобритании. И потом я слышал, что Джордж Сорос и его фонды заработали на иене, там неплохо, опять один миллиард долларов. Может быть, они и решили вернуться опять к операциям с фунтом. Я думаю, что все эти движения как раз и объясняются какими-то крупными деньгами, которые переливаются из одних стран в другие. И вполне возможно, вот в условиях демонстрируемой британской экономики слабости, вот мы увидим такое поведение британской валюты. Что логично, в принципе, да? Слабление британской валюты, да, учитывая статистику негативную. Что касается евро 1,30, то мне представляется 1,29, это вообще средний курс за последний год по евро. То есть мы вот около 1,29 ходим вверх, вниз, в последнее время вверх, но теперь спускаемся. Я думаю, что мы где-то вот в районе 1,29-1,30 можем какое-то время провести. И поскольку это некоторая средняя цена за год, и такая равновесная, я бы сказал, в каком-то смысле, тут может начаться консолидация. В принципе, были выкрики о том, что евро дорогое, когда оно там уже поднималось к 1,36-1,37. Сейчас оно уже отыграло и фактически находится приблизительно в середине последнего годового диапазона. То есть и Германии-то, в принципе, не нужно очень слабые евро. Хотя это устроит вполне и итальянцев, и французов. Кстати, о середине и о Фибоначчи, о котором Паша рассказывал тут за эфиром. Вот уровень 29,80, это 50% роста от августа 2012 года до максимумов января этого года. Ну, то есть сейчас коррекция движения прошла, соответственно, вот возвращаясь. Я же не исключаю, сколько на 32,40 по евро-доллару. Это все в рамках вот как раз Фибоначчи, да, мы отыграем. И дальше пойдем в тесте 61,8. А с другой стороны, возвращаясь к фунту, на мой взгляд, футь и поведение фунта в прошлом году были завышенные ожидания и очень дорогой. И да, действительно, не просто так понизили рейтинг. Сейчас Великобритания, но это, ну, не первая причина, да, то есть следствие, как говорится. Вот мы и видим ослабление фунта. Я полагаю, что ослабление продолжится, и не такая уж сильная экономика. Великобритания, чтобы рассчитывать на крепкий фунт. Ну да, чтобы, да, видеть его в другую сторону. У нас время закончилось, спасибо вам, всего хорошего до понедельника. До свидания.